Я думаю, вы точно сталкивались с ситуацией, когда не хватает зоны Wi-Fi у вас дома. В одной комнате вроде нормально ловят, в другой уже как-то не очень. Рутер обновлять не хочется, потому что, ну, в принципе, оно вроде как все вместе нормально работает. Про межсистемы я вообще молчу, потому что там абсолютно другой ценник. И вот в этом случае вам на помощь приходит вот такой помощник, который называется усилитель Wi-Fi. Сегодня у нас на обзоре TP-Link RE505X, который поможет вам навсегда убрать мертвые зоны в вашей домашней сети и всегда быть онлайн. С вами Сева Приходько. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, с вас лайк, подписка, чтобы я понимал, что я там не зря старался и поехали. Конечно, существует огромнейшее просто количество способов улучшить сигнал Wi-Fi. Вы можете залезть на форум, прочитать про кастомные прошивки для вашего роутера, потом пытаться их как-то установить или начать вообще играть в очумелые ручки, нарезая ножницами жестяные банки, обматывать там все фольгой. Но, скорее всего, это приведет только к потраченному времени и нервам. Усилитель же позволяет расширить зону вашего Wi-Fi буквально за 5 минут. Если простыми словами, он ловит сигнал от вашего роутера и после его дублирует. Настраивается все буквально в пару кликов, ему можно разместить где угодно, так как он очень компактный. И в отличие от роутеров, вот давайте посмотрим, какая у нас комплектация. Здесь даже нет ни блока питания, ни Ethernet кабеля, так как вы просто вставляете его в розетку. Ну, единственное, правда, ладно, что здесь есть. Это у нас инструкция, но если вы досмотрите видео до конца, то даже она вам тоже не нужна. Что из себя представляет этот девайс? Пластиковая коробочка с двумя антенками, которые вот так вот регулируются в таких положениях на 180 градусов. Лизовая сторона у нас здесь глянцевая и здесь разместились следующие индикаторы. Это питание, это диапазон домашней сети, это покрытие сети Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц. И в центре красуется логотип производителя. С левой стороны у нас здесь есть Ethernet, то есть вы можете вставить кабель. А с правой стороны есть одна многофункциональная кнопка и ресет, чтобы, если что, вернуть устройство к заводским настройкам. Конечно, дизайн штука спорная. Выглядит он, я бы сказал, футуристично. И здорово, что он белого цвета, так как подойдет, мне кажется, в любой интерьер. И кроме того, этот дизайн еще и несет важную функцию. Вот эти воздухозаборники используются для охлаждения устройства. К слову, именно этот усилитель, совместим с Wi-Fi 6, имеет наличие фирменной системы One Mesh и может работать в режиме точка доступа. Как и все устройства TP-Link, он легко настраивается с помощью приложения, которое называется TP-Link Teaser. Мы сейчас к нему еще придем. И, конечно же, он совместим с любым роутером, даже тем, который не поддерживает Wi-Fi 6. Короче, можно нормально так проапгрейдить свою домашнюю сеть. Как и предыдущие устройства от TP-Link, которые попадали ко мне на обзор, я обязательно продемонстрирую сейчас всю настройку. Но на самом деле с этим справится даже ребенок. К слову, если вы ищете роутер, то здесь есть обзор на действительно неплохой роутер TP-Link Archer C80. И я в описании еще оставил ссылку. А пока что я открываю приложение. Его можно скачать в вашем маркете. Называется оно TP-Link Teaser. И можно сделать еще проще. Можно взять коробку, сканировать этот QR-код и автоматически перейти к загрузке. Далее включаем наше устройство. После выбираем добавить усилитель сигнала. И подключаемся по сети к TP-Link Extender. После выбираем TP-Link RE505X. Из списка доступных устройств создаем пароль администратора. И выбираем сеть, которую, собственно, нам нужно усилить. Если вдруг вы пароль потом забудете. Напоминаю, что здесь есть кнопка сброса на правой стороне. Так что не волнуйтесь. После ждем несколько секунд. И усилитель готов к работе. Поверьте, настройка через веб-браузер точно такая же простая. Только там мы подключаемся к роутеру либо через Ethernet, или по Wi-Fi к TP-Link Extender. В браузере после мы переходим на страничку TP-Link REPEATER.NET. Если что, этот адрес у нас есть в инструкции, которую я уже выбросил. После создаем пароль администратора. Выбираем сеть, диапазон, который мы хотим расширить. И определяем название сети, которую мы хотим, чтобы создал наш ретранслятор. Здесь же мы можем им управлять, следить, какие устройства к нему подключены. Можем настроить систему One Mesh и многое другое. Я вот уже несколько раз упоминал One Mesh. Объясню, что это такое простыми словами. Если вы просто настроили себе этот усилитель, и у вас роутер от какого-то другого производителя, то в комнате, где лучше ловит роутер, вам нужно подключаться к нему. И мне кажется, это логично. Там, где роутер уже не достает, вы подключаетесь к усилителю. Недостаток такого использования, что если вы меняете локацию, например, переходите с одной комнаты в другую, то вы переподключаетесь к сети. Понятно, что все это автоматически и практически незаметно. Но все-таки на долю секунды вы будете без сети. Если же у вас основной роутер тоже от TP-Link, то в этом случае вы легко можете создать бесшовную сетевую систему. Скачивайте фильм, не будет сбоя. Играйте в игру, не выбросите из онлайна. Причем даже старенькие модели TP-Link будут совместимы с One Mesh, если там обновить прошивку. И таких моделей на самом деле очень много. Детальнее есть One Mesh в вашем роутере или нет, вы можете посмотреть на сайте TP-Link. Управлять же всем этим мы можем либо с помощью приложения, либо с помощью браузера, как уже мы делали раньше. Сказать честно, это, пожалуй, лучшее решение для того, чтобы расширить свою домашнюю сеть Wi-Fi, особенно учитывая стоимость до 100 долларов. Я тестировал устройство с помощью своего айфона, и при скорости 100 Мбит на секунду от провайдера и примерно 2 метрах от устройства у меня было 76 Мбит в секунду. К слову, на таком же расстоянии роутер у меня выдает тоже что-то в районе 80. Ну, потому что, знаете, провайдер даже на прямом подключении УПК не выдает ту сотню, которую обещает. То есть практически без потери скорости. И после я прям вышел из квартиры, расстояние до усилителя было примерно 13-14 метров, и это не учитывая еще стен, но даже там скорость была 17 Мбит в секунду. То есть, установив роутер в одной части квартиры и усилитель в другой, я получил стабильный сигнал во всей трехкомнатной квартире и даже чуть-чуть больше. Короче, соседям, получается, тоже повезло. Кроме этого, усилитель поддерживает Wi-Fi 6, и это у меня была скорость маленькая только из-за провайдера, но если у вас, например, есть гигабитный интернет, то скорость передачи может быть 300 Мбит в секунду в диапазоне 2,4 ГГц и 1200 Мбит в секунду в диапазоне 5 ГГц. Надеюсь, обзор вам был полезен или интересен. И если это так, то прожмите лайк. Для вас это всего 2 секунды, а я буду понимать, что не зря старался. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать обзоры на интересные новинки. Если вдруг остались вопросы, то я с удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. С вами, как всегда, был Сева Приходько. Скоро увидимся.